здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я вас всех приветствую я также всех хочу поздравить с наступающим новым годом всем крепкого здоровья счастья удачи пусть у вас будет в новом году все хорошо сейчас будет онлайн расклад по вариантам 4 варианта будет тема будет называться так наши отношения в январе двух тысяч на двадцатого года давайте посмотрим загадайте своего мужчину представьте можете несколько мужчин загадать да я вам предоставляю это право загадывайте несколько выбирайте с каким мужчиной вы хотите быть в отношениях самое главное самое главное это чувствовать свою интуицию слушать свое сердце и сделать правильный выбор правильный и так ваши отношения 2000 на двадцатом году первая позиция ваши отношения двухтысяч на двадцатом году вторая позиция третья позиция и четвертая позиция и так выбирайте выбрали и так первая позиция ваши отношения двухтысяч на двадцатом году ой да перемены кардинальные ой башня все рушится ой кризис какой это просто кошмар вы уже разрушили ваши отношения но вы же не можете жить без друг друга как вы рушите эти отношения давайте скажу так если вы сейчас на данный момент с этим человеком находитесь в кризисе вы уже практически не общаетесь у вас молчание с обоих сторон то возобновятся отношения двухтысяч на двадцатом году по той причине что вы друг друга любите чувство есть как говорится их не пропьешь и на возобновление отношений есть все шансы хотя сейчас возможно вы слушаете и думаете чё я нанесет у нас уже давно молчание но если вы расстались так скажем ближайшие полгода у вас все шансы есть восстановить отношения потому что по двойке кубков иначе быть не может если вы уже с ним расстались больше года давно уже по два три пять лет не общаетесь естественно одежды мало может быть вы и неправильный тогда загадали вариант здесь именно для тех людей кто расстался недавно ссора недавние да и пока на данный момент никто ничего делать не хочет как бы или может быть вы сейчас не расстались а сейчас у вас все хорошо но успеете в январе месяц уже и поругаться и тут же помириться потому что кризис в отношениях у вас и есть как тут не крути понимаете и по двойке кубков это говорит о том что это все-таки ваш мужчина это ваша любовь это ваш человек и так ваши отношения 2000 на двадцатом году до в январе да здесь мужчина император да здесь девятка кубку да да все да да о том что опять будут возобновления отношений хотите это или нет хотя я могу вам сказать здесь мужчина у вас такой просто вообще трэш он упрямый козел извините говорю просто как есть упрямый и никого слушать не хочет хочет слушать только себя может быть да может быть мужчина женатый да возможно имеет высокую хорошую должность да мужчина с характером да мужчина эгоист да он слушает только себя да он понимает только себя поэтому девочки мои не знаю сочувствовать вам или нет с таким мужчиной но продолжение будет продолжение будет он без вас не может в любом случае но он такой да надо понимать что он такой кстати он никогда не изменится если вы ждете что он там там любится и женится все равно он будет мой девочки да даже если он любит и женится будет ваш он не изменится в характере у него характер будет такой всегда император вот он и император понимаете с козлиной головой наверное извините просто говорю как чувствую так что в отношении возобновятся здесь все исходит от него самого как он захочет надо под его дудочку петь он заводит до включает музыку и все должны плясать кто загадал цифру номер два он здесь тоже плохо здесь уже столь тоже плохо ваши отношения 2020 году в январе но карта фемиды а здесь пришла расплата дорогих мы расплата здесь по карте фемида я могу сказать что каждый получает свою если он вас обидел от фемиды пиздюлин получит он извините если вы тут виноваты то фемида и вам добавит еще понимаете несколько пилюль поэтому ваши отношения еще какой то здесь мужчина отчаявший уже знаете здесь мужчина который не хочет бороться за свое счастье это знаете когда она но есть такой тип людей когда им говоришь нет они разворачиваются уходит а есть люди которым говоришь нет они все равно тебе в окно залезут в дверь будут стучаться они через чердак тебе полезут по той причине что они хотят свою получить они уверены что это правильно вот здесь мужчина не такой вот ему сказала нет хотя внутри понимаешь что это да ты хочешь быть с этим человеком но ты гордо и говоришь ему нет он развернулся и пошел он понял что это действительно нет поняли я не знаю почему он ту году молодой неопытный инфантильный я не знаю по какой причине еще ваши отношения в январе ой господи ой господи за что такая жизнь да и не туда и не сюда вот так мы и живем ваши отношения воды luzha 2020 но в��오 кор� бухков и его на расстоянии находитесь и мужчина ничего решиться не может а чё может решить если он приехать к вам не может есть вам в трехугольники находятся здесь люди нет н미 свободны здесь кто-то имеет пару или он женат и или вы замужем или вы в принципе в четырех угольнике вы находите от него на расстоянии над прекрасно знает к вам приехать он не может за инфантильный король Кубковый, любовничек у нас тут. Каких вы от него действий ждете? Инфантильный мальчик у нас тут. Насколько лет он вас моложе? Что вы от него хотите? Ему все говорить по-русски надо. Открытым текстом, чтобы он что-то сделал. У него своего ни характера, ни мозгов нету действовать. Понимаете? Ему еще расти и расти. До мужика. Сейчас, на данный момент, здесь не до мужик. Извините, говорю как есть просто. Поэтому ваши отношения, вот они уже сколько в висячем состоянии? Вот в таком висячем состоянии, я не знаю, сколько они еще будут. Но январь будет такой. Никакой реальности событий нету на будущее у вас. То есть я имею в виду на январь. Я смотрю только на январь. Нету, я не вижу. Я вижу его там мысли. Он вас видит в интернете. Он вами там увлеченный. Он о вас мечтает. Он вас хочет. Но это все понятно. Как любой король кубковый. Мечтаю, страдаю. Но делать ничего не буду. Но а смысл? Я не знаю. Билеты, может быть, для него дорогие. Или он не видит смысла ехать к вам. Он думает, что, может быть, вы уже замужем. Да, или вышли замуж. Третьего ребенка рожаете. Я не знаю. Но здесь мужчина такой. Поэтому ничего серьезного. Январь месяца от него не ждите. Он не готов. Он только грезит. Как настоящий кубковый джентльмен. Я не знаю. Третья позиция. Ваши отношения. Так, это хорошо. Здесь возможны встречи. Встречи где-нибудь, я не знаю, возле камина, в ресторане. Кабаре. Здесь, возможно, свидание. Где-то вы увидитесь на празднике, на крестинах, именинах. В таком каком-то торжественном месте. Да, если вы работаете в баре, в ресторане, в кафетерии, в каком-то музыкальном центре, там, я не знаю, да, общественное место, театр, большой, я не знаю, Маринский или еще где-нибудь. Да, есть шанс, что он придет на этот ваш концерт и вас посмотрит там как. Ух, вы там будете танцевать, плясать. Или же, может быть, вы вместе работаете. Ну, я не знаю, он владелец ресторана какого-нибудь там, да. Здесь мужчина очень стабильный, материалист, он любит деньги. И он любит так, знаете, сто раз подумать, сто раз принять ванну, сто раз выпить чашечку кофе. И потом только разродиться уже на какой-то окончательный ответ или на какое-то окончательное решение. Поэтому здесь мужчина достаточно очень стабильный. Чтобы его расшевелить, я не знаю, такую же драму нужно придумать, чтобы он решился уже, наконец-то, или женился, или сделал какой-то шаг. Так, бедная здесь женщина, конечно, с таким мужчиной. Хотя, с другой стороны, это мужчина очень хороший, семьянины королей Пентакливой. Это хороший семьянин, если никак не смотри. Это не король Кубковый, это Пентакливый. Здесь он сто раз подумает, один раз отрежет и четко отрежет. И с тобой всю жизнь проживет под одной крышей. А вот этот вот, который я сейчас смотрела, Кубковый, у него семь пятниц на неделю. Пьющий здесь у нас мужчинка-то, он сам не знает, что он хочет. По пьяни любит, а когда у него уже трезвяк там, он же думает, может, я уже и не люблю. Че я там вчера с ночи ей по пьяни наобещал, жениться? Ой, не-не-не-не-не, я еще погулять хочу. У меня еще Танька Маринка есть. А, как же я их брошу. Понимаете, как у нас мыслит Кубковый мужчинка-то? Поэтому Пентакливый – это хороший мужчина. Это семейный мужчина, как ни крути. Да, он такой нерасторопный, может быть. Его постоянно подгонять. Ну давай, ну давай, ну вот надо постоянно подгонять. Он, подожди, ну подожди, ну ты не торопи, не торопи. Ну хорошо, и ты ждешь, ждешь, ждешь. Поэтому здесь мужчина, его надо терпеть. Да. Ваши отношения еще? Ой, господи. Здесь мужчина не свободна, что ли, опять? Обещание у вас кормит. Потом, потом, попозже, попозже. И он не любит, чтобы вы на него давили. Он не хочет, чтобы вы его подгоняли. Он не хочет, чтобы вы им без конца ему звонили и говорили. Ну когда, ну когда, ну когда ты разведешься? Ну когда мы поженимся? Ну когда? У него уже, понимаете, у него голова ходуном у нас начинает. Кругом ходит голова, и он понять уже не может. Такому нужно жениться, но с кем надо разводиться. Здесь мужчина, возможно, козерог, телец или дева. А эти мужчины, как любой земной знак, он быстро не понимает. Быстро, быстро. Он не понимает слово быстро. У него все с расстановкой. Он все должен просчитать. Понимаете? У него все схвачено, за все заплачено. Он, ну, своя тетрадь. Тетрадь убытков и прибыли. Как любого пентаклевого человека. Поэтому не гоните его. Не надо. Он долго собирает свою тройку лошадей. Очень медленно. Но потом будет гнать быстро. Итак, ваши отношения в январе месяце. Ой, и вместе, и врозь называется. Вроде бы мы вместе, как бы, в кавычках. Ну, по итогу, как бы, мы врозь. Потому что у него своя жизнь, опять же. У вас своя жизнь, опять же. Если вы хотите какой-то конкретики в плане брака или уже совместного жития, бытия с этим человеком, на январь не рассчитывайте. Потому что он не готов. Ну, как обычно. Вот эта вот катавасия ваша с ним переходит и еще опять на январь. Вот, мало у вас катавась было, да? В ноябре вы не договорились ни о чем. В декабре тоже не договорились. И в январе тоже не договорились. А потому что он пока не готов. Здесь все выходит от самого мужика. Я не знаю, когда будет готов. Будем смотреть в феврале. Итак, ваши отношения четвертой позиции. Ой, ну здесь вообще. У меня уже здесь такое ощущение идет. Что здесь мужчина. Даже по карте я вижу, да? Вот по одной карте. Вытащила одну карту, я уже здесь ее вижу, да? Что здесь женщина молодая, которая уже хочет замуж. Просто хочет замуж. Она уже все умеет. И стирать, и убирать, и готовить. И солить научилась уже. И варенье варить научилась. И, я не знаю, на гармошке уже играть. И крестиком вышивать. И все. И родить уже может сразу тройню. Господи, здесь женщина может уже все. А мужик ее все дрессирует, дрессирует, дрессирует. Здесь мужчина может быть старше вас. Может быть, моложе вас. Но здесь мужчина выходит в качестве учителя-преподавателя. Я не знаю, если он на самом деле, может, лектор где-нибудь там, да? Или профессор МГУ. Или МГИМО. Так, надо уже сказать, милый. Ну, ты, слушай, ты как-то забываешься. Институт институтом. А в отношениях или дома между собой? Как-то будь уже попроще. Чего ты меня здесь воспитываешь, а? Ты своих учеников там воспитывай. Мне-то уже не надо. Ты мне когда уже сделаешь предложение руки и сердца? Я долго буду ждать, а? Потому что здесь мужик, как бы у него как будто все нормально. Если вы еще не замужем, его это устраивает. Как бы начать торопиться. Торопиться не надо. Торопиться не надо. Надо поэтому поставить просто условие в январе месяце. Если в ближайшие три месяца мы с тобой не женимся, я ставлю точку один раз и навсегда. Все, я предупредила. Здесь надо конкретно, чтобы он уже зашелохнулся как-то, понимаете? Потому что здесь мужчина вас как-то, вот я не знаю. Вот у меня по этой карте такое ощущение. Если я не права, отлично. Пусть я буду не права. Но я вижу такую картину здесь Айвазовского, что мужик здесь бабу строит по-своему. Женщина подчиняется по той причине, что она очень сильно хочет, наверное, с этим профессором прожить всю свою оставшуюся жизнь до гробовой доски. И себя уже просто отточило уже. Боже мой, если бы я был бы мужиком, девочки, вот кто загадал четвертую позицию? Я сам бы на вас женился бы. Рожать умеет. Готовить умеет. Шить умеет. Все умеет. Господи, как Терешкову можно уже в космос вас запускать, милая моя. Слушай, а что не жениться бы? Я бы сам как мужик женился бы. А он еще жениться на вас не хочет? Вы на кого смотрите? Он еще на вас жениться не хочет? Вы считаете это нормально? Девочки. Ой, кошмар. Ладно, идем дальше. Да, еще такой момент тоже скажу. Это же все-таки общий расклад. А мне всегда есть... Отлично. Мне всегда есть что сказать. Да, здесь, возможно, люди находятся тоже на расстоянии. И, может быть, женщина правильно делает, что его подгоняет. Давай, 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 давай. Я устала. Все. Или ты приедешь, или я к тебе. Или ты меня в ЗАГС. Или я от тебя к прокурору. По-другому не получится, милый. Выбирай. Может быть, он говорит, подожди, подожди. Я деньги не заработал. Сейчас заработаю. По профессии на ноги встану. Хорошую работу найду. И тогда заживем мы с тобой, милая. И я женюсь. Давайте еще так скажу. Если вы хотите увидеться в январе месяце, вы увидите, говорю, 100%. Потому что карта колесница, она есть. Кто-то кому приедет там на свидание, переедет на другой город, приедет увидеться, приедет еще как-то там, прилетит, приземлится там, я не знаю, с парашютом. То есть вы с ним как-то увидитесь. Потому что сама вы видели, карта упала. Ваши отношения в январе месяце. Да. Отлично. У вас есть очень сильно, кстати, ангелы-хранители здесь показывают. Да, вы еще, может быть, немножко друг друга закрыты. Потому что, возможно, опять же, кто-то из вас не свободен. Да, как обычно. Но вы должны быть вместе, потому что старший аркан солнца также это подтверждает. Что, да, счастье, оно будет, оно не за горами. Один из вас, кстати, эгоист. А эгоист, конечно, опять же, не вы, эгоист, ваш мужчина. Я его очень хорошо, в том плане, чувствую, что он себя так ведет. И он женщину тем самым вот так вот терроризирует. И руки ей держат завязанные. Потому что вы не можете, да, открыться и идти в ногу в новое. Не можете открыться миру, потому что вы как-то завязаны на этом мужчине. Еще смотрим. Ваши отношения. Да, ваши отношения в январе месяце. Да, вы все равно будете вместе. Здесь очень сильная старший аркан сила. Очень сильная зависимость друг к другу. Он без вас не может. Используйте это, девочки. Используйте это. Он без вас не может. На этом можно играть. Кто хочет замуж? Прям ставьте ему ультиматум. Если в течение трех лет... Пу, блин, трех лет. Трех месяцев. Хмать, трех лет уже было. В течение трех месяцев, если ты мне не сделаешь предложение руки и сердца, все. Я выйду замуж за Ивана Степановича, профессора МГУ. Вот и все. Да? Ну, я не знаю. Ну, вот как-то так, товарищи мои. Как-то так. Потому что здесь по-другому никак не получится. Его надо заставить немножко переживать. Заставить его переживать. Вы что, с утра пораньше ему там уже говорите, что вы его любите? Без него не можете? Поэтому он там такой спокойненький. Надо эту тактику менять, девочки. Эту тактику надо менять. Надо сказать, я вообще уже думаю, люблю я тебя. Я не знаю. Я не знаю уже. Я не знаю. Еще немножко. Я тебя вообще просто возненавижу с таким отношением ко мне. Сколько можно терпеть-то уже? Я не знаю. В самые лучшие годы, паразит, я дала тебе. Все. Я выхожу из игры. Я хочу быть счастливой. Да. Да, вы все равно будете с ним. Девочки, поженитесь вы, поженитесь. Только быстрее это сделайте. Кто хочет замуж? У вас есть все шансы, говорю 100%. Выйти за него замуж. Сделайте все так, как я вам сейчас здесь посоветовала. Да, где-то это все звучит как-то юмористически. Но у меня по-другому не получается. Что же делать? У меня с чувством юмора все прекрасно. Всегда. Поэтому, если вы хотите за него замуж, у вас есть 100% возможности пожениться. У вас там уже дети, как духи за вами бегают. Женитесь уже быстрее, скорее, я не знаю. Если у вас уже есть дети с этим человеком, давайте через детей действуйте, чтобы еще больше они вас сплотили. Понимаете? Ну, вам нужно как-то, я не знаю, ну, хитро как-то, наверное, уже хитро к нему подойти. Наверное, по-другому просто уже не понимает. Здесь женщине не хватает как будто мудрости. Извините, говорю как есть. Мудрости вам не хватает. Не надо быть честной, как пионерка. Это уже не котируется в наше время. Мужики на голову садятся. Надо уже стервой быть. Понимаете, сразу ценить начнут. Что-то я еще здесь хотела сказать. А, да. Если все-таки вы ходите за него замуж официально, да, шансы есть 100%, что вы можете пожениться. Если вы не хотите за него замуж, ну, четвертая позиция, здесь общий расклад. И здесь многие, может быть, и не хотят замуж, потому что вы уже замуж за кем-то. А Яна здесь вас спровоцирует замуж, да замуж. Давайте я вам скажу такой вариант. Не волнуйтесь. Вы дальше будете с этим человеком взаимодействовать. Вы будете встречаться, видеться. Потому что вы уже идете, как это сказать, энергетически, наверное, да, как одна семья. Может быть, вы были уже семьей. В официальной расстались. И уже прошло время, вас постоянно к друг другу тянет. И вы не можете понять, что это такое вообще. А это то, что вы с этим человеком шли по судьбе, как семья. У вас должны были быть дети. Если они есть, отлично. Если вы, я не знаю, у вас был аборт или выкидыш, то эти та же, так скажем, эти духи на тонком плане, они как будто вас опять соединяют. Для того, чтобы, может быть, вы опять попробовали родить. Ребенка. Понимаете? Я, может быть, это как-то сейчас так говорю, и вы думаете, я на сумасшедшая. Но я это вижу по-своему, да. У меня немножко по-другому. Это как-то я вот тонкий план вижу, и людей вижу, все. Но я хочу, чтобы вы понимали, что я хочу сказать. Понимаете? Я думаю, что вы меня понимаете. Вы с этим человеком идете по судьбе как одно целое, как не крути. Но только он здесь, может, неосознанно как-то, он выдает абсолютно сейчас другой этот мужчина. А вы, так как вы смотрите этот расклад, вы для себя должны четко определиться, что вы хотите с этим человеком. Семью – все. Значит, мы ее создаем, и ни шагу назад. Слышите меня, девочки? Вы все должны сделать, чтобы этот мужчина на вас женился. Если вы не хотите за него замуж, хотите просто какие-то сохранить хорошие, теплые отношения с этим человеком, да, шансы для этого тоже есть. И на январь месяц вот такая, так скажем, обстановочка. Ну вот четвертый расклад, он самый такой, какой-то, как клубок, понимаете? Вот такой клубок. Я не могу даже одним словом сказать, как я это вижу. Здесь клубок вот такой вот. Знаете, когда котенок начинает с клубком играть, он что этот клубок делает? Он весь вот так тормошит этот клубок, потом его аккуратно опять, как его, не сложишь, да? И вот здесь то же самое. Вот у вас как котенок, который вот этот клубок весь вот так вот раздербанил, так скажем, да? Поэтому такие отношения, такая же судьба ваших отношений. В общем, все сложно. Ну, я надеюсь, сумбурно, но вы меня поняли. Вот такой был расклад. Девочки, я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Я желаю вам всем шикарных отношений, большой любви, брака. И деток, и счастливой, хорошей семьи. Будьте счастливы. Я вас всех люблю. Помните об этом. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok